всем привет рада приветствовать вас на своем канале вязаные аксессуары сегодня у нас очень классно универсальная модель шапочки это тыковка с очень интересной макушкой закрываю ее по шести к линиям шапочка с отворотом очень теплая отлично подойдет на зиму эта модель универсально тем что ее можно носить как завышенной макушкой да немного также можно ее сделать с анатомической посадкой то есть сделать больше отворот и уже она у вас сядет по голове и так данную модель я вязала на окружность головы 55 57 сантиметров количество петель для данной модели должно быть кратно 12 вот именно на 55 57 высота мои шапочки 24 сантиметра при этом отворот 8 сантиметров набирала я 102 петли вяжу я в 3 нити в 3 основные нити я вяжу из бобинной норки без добавления доп нити если вы вяжете из моточной норки вы можете добавить одну или две ниточки дополнительно они идут в комплект каждой катушечки но так как я вижу от из бобинной норки я уже ничего не добавляла просто вяжем потуже немножко если хотите чтобы шапочка вас была держала форму так шапочка двусторонняя смотрите вот так выглядит и его лицевая до сторона можно носить с этой стороны также можно и с этой стороны носить тоже очень интересно получается макушка принципе тоже такая не избитая но в то же время тоже очень интересный вариант так что если вы выберете изнаночную сторону до носить ее лицевой данном случае вы вязание не разворачиваете как я после набора петель для красивого наборного края а если уже будете вязать как я то в данном случае мы вязание разворачиваем так для большего размера если вы будете вязать на уже на размер больше 57 например 58 я набирала 102 петли я рекомендую вам набрать 12 петель больше плюс 1 петля для замыкания вязания в круг и свою модель добавление я провязывала сейчас скажу 25 сантиметров и до убавлений на больший размер можно провязать 26 сантиметров если на меньший размер да вы вяжете можно это уже 54 52 можно набрать на 12 петель меньше от 102 плюс 1 для замыкания вязания в круг и уже вязать до убавок приблизительно можно 24 23 сантиметра связать но это с учетом еще вот от ворота если вы хотите без завышенной макушки то если с анатомической посадкой да вот просто по голове что шапочка села выглядите на буду приблизительно вот так она садится от ворот очень хороший теплый получается можно носить и так и так то есть вот допустим да вот выглядит она будет приблизительно вот так то тоже убавление можно начать но где-то на три сантиметра пораньше если вы хотите прям просто по голове она садится очень хорошо так на голову в принципе и если вязать по тем же размерам также можно сделать с анатомической посадкой просто вас будет такой большой отворотик но он очень тоже хорошо смотрится поэтому здесь как бы два варианта можно носить и так и так все на ваше усмотрение вяжется на достаточно просто расход на нее меньше двух мотков вот на такой средний размер выглядит она достаточно универсально поэтому я эту модель очень люблю и вам тоже рекомендую связать с шапочка в 3 нити с отворотом теплая получаются то есть ничего не продувает и благодаря отворот можно регулировать высоту для вязания нам понадобится сами два моточка пряжи пух норки даже если может кого-то полтора моточка есть тоже в принципе наверное достаточно будет вяжем в три основные нити но если у вас например до полтора мотка то я рекомендую вам вязать способом из одного мотка в 3 нити то есть этот способ достаточно популярный и очень простой то же время это экономия пряжи и вам не придется ничего перематывать то есть вы вот таким образом отматываете ниточку так вот таким образом делайте вот край наш петельку разворачиваем теперь у нас три сложения и вот здесь у нас кончик смотрите а вот здесь вот петля вот она 2 петли да вот первая петелька у нас и здесь кончик вот три сложения то есть мы вот таким образом захватываем через петлю ниточку нашу основную и вытягиваем то есть когда у вас заканчивается нить да вот вы вяжете вяжите опять подхватили эту петельку через нее вытянули образовали вот опять петельку опять закончили подхватили нить и опять через эту петельку вот она получается у нас из одного патка в 3 нити мы вяжем то есть вот эти вот сложение вот в полотне вообще не видно так что даже не переживайте ниточка очень ровно идет и совершенно как при обычном вязании но этот способ очень удобно я вам его рекомендую так если ограниченное количество пряжи тем более он подходит дальше связать мы будем спицами номер 4 у меня спицы на короткой леске 40 они у меня съемные далее при закрытии макушки я перехожу на спицы вернее на те же спицы у меня четверка но на длинную леску 80 сантиметров можно использовать спицы на длины резки можно использовать вызывать чулочные спицы дальше сантиметровая лента ножницы и маркеры давайте приступим к вязанию и так вяжем в три основные нити вы можете добавить дополнительные ниточку если вы вяжете из моточной пряжи там каждому моточку идет дополнение доп нить я вяжу из бобинной норки поэтому я не добавляю просто если добавляете ниточку на в принципе лучше держит форму я вижу по ту же и так вяжем в три основные нити спицы номер 4 ведь располагаем так чтобы нить от матка была на указательном пальце кончик на большом и на спицу номер четыре я буду набирать 103 петли 102 для основного полотна и одну петлю для замыкания вязания в круг набираем обычным способом сильно крайне затягиваем чтобы он не тянул и вот таким образом я набираю 103 петли набираем самостоятельно набрали необходимое количество петель далее замыкаем вязание в круг для этого с левой спицы на правую первую петлю снимаем с правой спицы первую петельку мы на эту набрасываем таким образом сбрасываем ее подтягиваем наше вязание возвращаем петлю на место так шапочка у нас отворотом для красивого наборного края мы вязание разворачиваем придерживаем кончики смотрите чтобы у вас крайне прикрутился все было ровно и начинаем провязывать 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная так мы продолжаем чередовать 1 лицевая 1 изнаночная до конца ряда провязали ряд до конца далее можно повесить маркер для определения начала вязания начинаем с вами провязывать по кругу по рисунку 1 лицевая 1 изнаночная на необходимую нам высоту то есть над лицевыми петельками мы провязываем лицевые над изнаночными изнаночные и так мы с вами вяжем просто по кругу по рисунку провязываем самостоятельно на необходимую высоту далее уже будем переходить к формированию макушки после того как мы провязали сами на необходимую нам высоту давайте измерим как я провязала приблизительно 25 сантиметров далее мы наше вязание делим на 6 равных частей на 6 клиниев у меня получается по 17 петель в клине вот начало ряда я отметила вот таким красным малиновым маркером и остальные одинакового цвета и так убавление мы будем делать после маркера через ряд вот здесь я провязываю конечную петельку и у нас с вами начало ряда то есть убавление делаем после маркера и так начинаем маркер пересняли начало ряда мы провязываем лицо вместе с изнаночной лицевой петлей с наклоном влево я развернула ее левой стенкой и провязываю вместе с изнаночной лицевой петлей с наклоном влево убавили Далее провязываем по рисунку до следующего маркера. Итак, ну вот мы дошли до следующего маркера. Маркер переснимаем. Далее у нас здесь с вами первая изнаночная петля. Изнаночную вместе с лицевой петлей мы провяжем лицевой петлей с наклоном вправо. Лицевая стоит у меня правой стенкой. Изнаночную я разворачиваю правой стенкой и провязываю вместе с лицевой петлей с наклоном вправо. Убавили. Продолжаем. Далее провязываем по рисунку опять до маркера. Вот мы дошли до маркера. Здесь у нас с вами опять первая лицевая, как в первом клине. Ее мы провязываем вместе с изнаночной лицевой петлей с наклоном влево, чтобы лицевая у нас всегда была сверху. Убавили. Итак, мы продолжаем с вами наше убавление до конца ряда. Следующий у нас идет маркер. Маркер переснимаем и здесь у нас первая изнаночная. Значит, мы ее разворачиваем правой стеночкой и провязываем вместе с лицевой петлей с наклоном вправо. Далее опять вяжем по рисунку до маркера. Далее вяжем по рисунку до маркера. Дошли до маркера. Маркер переснимаем и провязываем лицо вместе с изнаночной лицевой петлей с наклоном влево. Опять продолжаем. Первый ряд у нас с убавлением, напоминаю. Вот таким образом мы будем с вами убавлять. Убавление после маркера делаем. Все, маркер переснимаем. Далее лицевую с изнаночной провязываем вместе с наклоном вправо. Вот мы пришли с вами к концу ряда. И далее второй ряд мы провязываем все петли по рисунку. Над лицевыми, лицевые, над изнаночными, изнаночные. Вот таким образом. Все петельки по рисунку до конца ряда. Третий ряд. В третьем ряду мы делаем убавление. Итак, вот у нас начало ряда. Делаем убавление после маркера. Здесь у нас две лицевые петли. В третьем ряду мы лицевые петельки, вот эти две, разворачиваем. Левой стенкой и провязываем вместе лицевой петлей с наклоном влево. Далее опять по рисунку до маркера. Довязали до маркера, переснимаем. Далее у нас лицевая и изнаночная. Лицевая первая. Мы также лицевую вместе с изнаночной провязываем вместе лицевой петлей с наклоном влево. Лицо я разворачиваю и провязываю вместе с изнаночной лицевой петлей с наклоном влево. Убавили. Все. Провязываем до маркера. Довязали, переснимаем. То есть здесь мы с вами провязываем по две вместе после маркера лицевой петлей с наклоном влево в этом ряду. Третьим. Убавление после маркера делаем. Так, здесь у нас теперь опять лицевая с изнаночной. Лицевую разворачиваем, провязываем вместе с изнаночной лицевой петлей с наклоном влево. То есть здесь у нас идут убавления с наклоном влево. Две вместе лицевой с наклоном влево и лицевая с изнаночной. Так же вместе лицевой провязываем с наклоном влево. снимаю маркер вот у нас две лицевые уже разворачиваем их левой стенкой к нам и провязываем вместе лицевой с наклоном влево когда уже неудобно вам будет вязать на укороченных спицах переходите либо на чулочные спицы либо на спицы с длинной леской вот у нас уже средний клей лицевой с изнаночной провязываем вместе лицо с наклоном влево четвертый ряд мы провязываем все петли по узору по рисунку начинаем четвертый ряд пересняли маркер и над лицевыми провязываем лицевые над изнаночными изнаночные и так до конца ряда провязали мы четвертый ряд и далее у нас 5 ряда 5 мы будем делать убавление то есть убавление мы делаем в каждом нечетном ряду и мы начинаем с вами вот в каждом нечетном провязывать по 2 вместе лицевой петлю с наклоном влево после маркера вот у нас опять лицевая с изнаночной лицо и мы развернули лицевая у нас сверху и провязываем вместе с изнаночной лицевой петлей вот таким образом после маркера далее по рисунку то есть убавки у нас будет с наклоном влево лицевая сверху после маркера 5 довязываем до маркера пересняли убавляем здесь 2 лицевые мы разворачиваем их правой стенкой к нам о вернее простите правой а левой стенкой к нам они у меня правой стояли и провязываем их вместе лицевой петлей с наклоном влево то есть мы лицевую с изнаночной провязываем вместе ли свой с наклоном влево и 2 вместе лицевых тоже провязываем вместе лицевой петлей с наклоном влево и так до конца ряда шестой ряд вы провяжите по рисунку седьмой ряд опять будете делать убавление вот аналогичным образом убавлять будем до тех пор пока у нас в каждом клине не останется по 7 петель то есть я думаю здесь уже вам все понятно пересняли вот у нас лицевая с изнаночной лицо разворачиваем левой стенкой изнаночная уже стоит и провязываем вместе лицевой с наклоном влево почему таким способом мы будем делать убавление сейчас заканчиваем ряд далее следующий ряд у нас по рисунку то опять делаем бабочки продолжаем самостоятельно после того как мы с вами уже провязали достаточное количество рядов до убавили и когда у нас в клине уже осталось по 7 петелек мы начинаем убавлять в каждом ряду то есть не через ряд в каждом ряду убавляем до тех пор пока у нас на спицах не останется 12 петель мы делаем уже убавки в каждом ряду убавляем самостоятельно до тех пор пока у нас не остается 12 петель и будем уже стягивать макушку и так после того как мы с вами закончили формировать нашу макушку на спицах у меня осталось 12 петель отрезаем нить берем иглу и стягиваем переносим все петли на иглу вот таким образом у нас по 2 петельки в клине осталось стягиваем макушку выворачиваем нашу шапочку на изнаночную сторону здесь уже фиксируем если вы выбрали допустим да вот эту вот сторону изнаночную но она вам понравилось больше данном случае вы будете фиксировать туда на лицевой стороне все аккуратно подтягиваем затягиваем смотреть чтобы нет не порвалась и проходим сел здесь через вот эти вот петельки еще пару кругов фиксируем нить вот таким образом ну вот мы закончили вязать нашу шапочку давайте измерим общую высоту 33 сантиметра она получилась далее делаем влажно-тепловую обработку стираем при температуре воды не выше 30 градусов я стираю руками стираю с лаской для шерсти и деликатных изделий далее аккуратно прополаскиваем можно нажать дальше в чистое полотенечко ничего не выкручиваем и выкладываем на ровную поверхность вот в таком развернутом виде периодически изделия переворачиваем как только шапочка у вас практически высохну высохнет вы можете продуть ее феном сначала с внутренней части потом снаружи это также она очень хорошо распушится это пухно ручки очень хорошо распушает все потом прячем все кончики и носим с удовольствием такая замечательная моделька у нас получилось надеюсь видео вам понравилось было полезным подписывайтесь на канал включайте уведомления о новых публикациях всем всего доброго и ровных всех телек